Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей, и сегодня мы с вами поговорим об интерактивной идентификации. Ну, еще Зигмунд Фрейд в своем, по-моему, толковании снов или сновидений... Фройд, правильно, да, Зигмунд Фройд. Вот, значит, он говорил о том, что вот истерике, им свойственно копировать, да, других людей, образ других людей, образ жизни других людей. Ну, и этим самым, соответственно, несколько даже шокировать объект копирования. Ну, он описывал больше, как это копирование проходит во снах, мы этого касаться не будем. К тому же у нас позже разделили истериков и нарциссов. Я вам рассказывал раньше, когда только начинались все эти психиатрические, психологические, да, находки, изучения и так далее, истерики долгое время вместе с нарциссами жили в одной классификации. В чем же суть, дорогие друзья? Вы наверняка сталкивались, что люди начинают почему-то копировать вас. Одеваться, как вы, ходить в места, в которые ходите вы, говорить так, как вы, и так далее. Почему так происходит? Дело в том, что у нарциссов есть на самом деле именно у скрытых нарциссов. Еще у меня встречалась классификация такая, это уязвимый тип нарцисса, скрытый тип нарцисса, то есть он, смотрите мое видео о трех типах нарциссов, но вот такой вот триггер, такой обозначу, что уязвимый тип нарцисса, это тот тип нарцисса, который, понимаете, он на самом деле действительно очень уязвим. Он может воспринимать реальность очень часто благодаря только созависимости через свой объект. И там будет вот это и люблю, и ненавижу объект, который копирую. И будет, соответственно, на фоне вот этой уязвимости в некоторых случаях, когда развиваются определенные паттерны, идет нарушение самоиндификации. И я не понимаю, кто я, я не знаю, кто я, я не знаю, что я несу в этот мир, да, и для того, чтобы мне стало как-то проще, я начинаю копировать. Я хочу ухаживать за той девочкой, на, там, допустим, вот случай из жизни, могу сказать, наблюдал. Одному мальчику очень нравится другой мальчик. Это не, как сказать, история, скорее всего, не про латентный гомосексуализм. Ему нравится образ, который несет в себе этот мальчик, да, какой-то такой модный, стильный. Он начинает копировать этого мальчика. Ему этого мало. Этот мальчик расстается со своей девушкой. Он начинает жить с этой девушкой и пытается, ну, то есть, видите, он пытается как бы забрать у этого парня всю его жизнь, скопировать ее, вплоть до того, что забрать эту бывшую женщину, да, то есть, и тем самым он получает какую-то идентификацию. Вот именно в этом и есть основной смысл такой легкой созависимости. Она бывает более тяжелая. И чем тяжелее созависимость, тем и, соответственно, ярче будет проявляться вот этот, ну, как синдром, что ли, можно его назвать, интерактивной индифференцией. То есть, это очень часто такое случается с именно скрытыми типами нарциссов. Поэтому, если вы видите, что человек вас копирует, но у вас, соответственно, все хорошо, да, с этим, хорошее отношение с этим человеком, вы верите, как правило, то есть, они создают о себе очень хороший образ, все равно будьте настороже. Скорее всего, это какой-то, ну, нарциссический тип, чаще всего, всего скрытый. Ну, и нужно, соответственно, быть начеку и использовать уже все эти вещи, о которых я говорил, для защиты от нарцисса, да, в других видеороликах. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам интересна тема проективной индифференции, пишите мне. Может быть, я что-то больше расскажу. Есть, конечно, проективная дифференция и у истериков, но там эта ситуация более естественная. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я вас жду в своем инстаграме и на консультациях онлайн. А также, да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok